Всем привет, ребят! В этом выпуске я покажу практическую тренировку выносливости на турнике на медленные и быстрые мышечные волокна. Они идут отдельно, немножко различаются. В прошлом выпуске про выносливость, если вы не видели, обязательно посмотрите, иначе вы ничего сейчас не поймёте. Я рассказывал про тренировку с резиной, это на медленные мышечные волокна. На быстрые мышечные волокна тренировка чуть-чуть отличается. Под прошлый выпуск вы мне скинули ссылку на видео, где парень потягивается 11 раз. Это Андрей Исыпов, я с ним уже связался, он, кстати, мой земляк. Я постараюсь с ним встретиться на следующей неделе в Красноярске, взять, так сказать, интервью. Думаю, вам будет интересно послушать его методики тренировок. Посмотрите, какую интересную технику он использует. Это плеометрика, обильное дыхание, то есть два вдоха на одно подтягивание. Внизу идёт фаза расслабления, то есть маленько делать паузу, для того, чтобы кровь как раз к мышцам принесла кислород. Это, собственно, и происходит у него аэробный гликолиз. То есть на аэробной гликолизе он может так много раз подтянуться. На что я направлена тренировка именно сегодня. Пример такой тренировки я взял на сайте лаборатории спортивной адаптологии. И немножко переделывал её именно по цели воркаута. Как я это сделал? Изи. Главное придерживаться основных, скажем так, принципов. И можно подставить любые упражнения. Одно ещё главное правило, нельзя добиваться отказа, то есть закисления. Мы должны чувствовать, что, например, подходит на стопор, мышцы уже забиваются, поэтому нужно прекращать и давать отдых. Прямо такая, 10 на 10. То есть мы делаем 10 повторений и 10 подходов. Поначалу будет сложно такое выполнить, поскольку ваши мышцы вообще не привыкшие, митохондрии очень мало, в основном, там вот гликолитические мышечные волокна, а не окислительные, в руках, например. Поэтому первое время будет тяжело. Эффект будет чувствоваться уже через неделю-две недели. Максимум как раз, скажем, через 2 месяца. То есть за 2 месяца примерно уже в таких тренировках происходит полное оплетение миофибрил митохондриями. И больше уже некуда расти. И вы добиваетесь максимум своей выносливости. Дальше уже тренироваться нужно, только увеличивая массу, силу, например, массу в медленных мышечных волокнах. Это будет способствовать как раз хорошему росту выносливости. Тренировать их нужно статодинамикой, но об этом в другом выпуске. Итак, чтобы в быстрых мышечных волокнах у нас запустить формирование митохондрии, нам нужно выполнять довольно объемную тренировку, то есть 10 подходов, как я бы сказал. Забиваться нельзя. Чтобы включить быстрые мышечные волокна, нужно создать большое напряжение. Либо использовать дополнительный вес, либо выполнять их в таком стиле. То есть делайте быстрые, резкие подтягивания и постарайтесь создавать нервное напряжение больше, чем оно нужно. То есть сильнее напрягайте мышечную, чем вам нужно для обычного подтягивания. То есть примерно так. Вы должны делать такой рывочек. И прям старайтесь как можно сильнее мышцы напрячь. Темп выполнения должен быть средний. То есть такие резкие рывки, но делать нужно так. Подтянулись, несколько секунд внизу подождали. Желательно вставать, чтобы была фаза расслабления. Когда мышцы постоянно напряжены, кровоток через них останавливается. Следовательно, кровь, короче, к мышцам не проходит, не проходит кислород. Поэтому протекает не аэробный гликолиз, а анаэробный. Весь протекание кислорода. Из-за него образуется молочная кислота, вы забиваетесь. Почему, когда вы бежите, вы не забиваетесь. Происходит аэробный гликолиз, вы бежите, у вас попеременно. То нога напрягается, то в воздухе расслабляется. Там как раз идет кровоток хороший. Поэтому питательные вещества, кислород туда хорошо подходит. Наша задача сделать так. Можно спросить, а если я начну потом на соревнованиях делать обычным стилем, вообще, будет ли какая-то разница? Да, будет. У нас все равно возрастет у вас. Может не три раза повторения вы больше сделаете, но на четверть, на треть, даже пол раза. Также вы будете очень быстро восстанавливаться между подходами. Это очень хорошо подойдет на соревнованиях. Подержал гарик, передний вис, пошел к стенке, чтобы сделать флажок. За это время, пока идешь, ты уже быстрее восстанавливаешься, сможешь сделать продолжительное крутое выступление. После подтягивания переходим, например, к отжиманиям на брусьях. Потом качаем вверх плечи. С резиной можно делать разводочки. Тоже 10 повторений. Опять же, брусья там. Резко себя выдавливаем. Резко выдавливаем. Не тороплюсь. Желательно поставить стульчик какой-нибудь. Например, вы опускаетесь, встаете на стульчик, даете чуть-чуть отдыха, мышцам расслабления, чтобы кровоток прошел. Потом резко себя выталкиваете. Так, 10 повторений. На турнике. Потом сразу на брусьях. Сразу разводочки какие-нибудь сделали. Или жимы и рогантели. Не знаю, что хотите, там поприседать можете. Все. Это круговая тренировка. Круг мы сделали. Между кругами нужно дать тоже отдых. Минуты две. И так 10 раз повторить. Потом даем 10 минут на отдых. И снова делаем такой же 10 на 10 цикл. Поскольку мы задействуем быстрые мышечные волокна, расход энергии будет большой. И гликоген у нас будет истощаться в течение часа-полтора. То есть такая тренировка должна проходить, как обычно, силовая. То есть час-полтора, и все, закончили. Это не на медленном мышечном волокне. Я думаю, принцип понятно. Не забиваемся. Если чувствуете, что начали забиваться, нужно дать отдыха. Минуты две подождать, может 10, и дальше продолжить. Цикл. Как раз меняемся. Круговая тренировка у нас идет. Нужно делать фазу расслабления. Несколько секунд. То есть, чтобы у нас кровоток шел. Все. Что происходит, я мая? В прошлом выпуске я говорю, что нужно проводить один раз в неделе силовую тренировку, чтобы поддерживать уровень силы и мощной массы. Эту тренировку нужно проводить через сутки. То есть, смотрите, вы выполняете такую тренировку, вы встречаете с паскогликогена, кариатина, сутки даете на восстановление и продолжаете такую тренировку. Такую тренировку можно совмещать с тренировкой на медленные мышечные волокна, о которой сейчас пойдет речь. Так же медленные мышечные волокна можно сделать после силовой тренировки. В чем она заключается? Нужно давать очень маленькую нагрузку. И... То есть, 20%, 10% от массы максимально мощности. Как можно меньше. Но делать как можно продолжительнее. Вы скажете, зачем еще тренировать медленные мышечные волокна на выносливость, на метахондрии? Они там и так должны быть, по идее. Отвечаю. Если вы любитель позаниматься по, скажем так, методике Ганнибала, то есть, там, круговая тренировка с сильным закислением, забивкой, у вас в метахондрии уже давно в афиге от вас и полопались нафиг. Даже в медленных мышечных волокнах. Поэтому нужно восстанавливать. Смотрите, я очень сильно упрощаю нагрузку резинок. Беру самую толстую. И вот в таком неспешном темпе нужно делать как можно дольше. Две минуты подряд. Может, кто-то три сможет. Желательно также подставлять какой-то стульчик внизу, чтобы была фаза расслабления, а не так, как я. Потому что все равно, постоянно, если я буду так висеть на брусьях, все равно постоянно падает статическая нагрузка. Хоть и небольшая. И поэтому кровоток хуже идет. Нужна фаза обязательно полного расслабления здесь. Берем теперь гантели по полкилограмма-килограмму. Делайте разводку. Спускайте, ждете тут несколько секунд. Так тоже минуты две-три. Как можно дольше. Тоже круговая тренировка. Чувствуйте, если первые признаки забивания, закисления. Останавливайтесь, отдыхайте. Говорю, первые тренировки так будете быстро реально забиваться. Несмотря на то, что нагрузка маленькая. Потому что вы не подготовлены. Даже вот с этим парнем я переписывался. Он говорил, что я когда обычным стилем подтягивался, то я сделал меньше намного, чем 90. Но когда я перешел к такому, поначалу я делал даже меньше, чем обычным стилем. Потом уже поперло конкретно. То есть он уже натренировал митохондрию. Как часто выполнять такую тренировку? Можно выполнять послесиловой. Можно выполнять в вот эти дни восстановления, когда идут гликогены и креатина. Поскольку расход энергии здесь тоже будет небольшой. Тут в основном аэробный уже гликолиз идет. И там как раз используются не только гликоген, но и жирные кислоты могут. Поэтому во время такой тренировки, во время такой тренировки тупо заряжайтесь энергией, пейте какую-нибудь воду сладкую, да, с сахаром, что-нибудь там, конфету зажирите, чтобы было на чем работать. Можно ли совмещать такие тренировки в один день на быстрые мышечные волокна сделать, и на медленные, а потом день отдохнуть? В принципе, да, можно, но тогда на медленные мышечные волокна просто не делайте слишком много, то есть долго. Обычно как? Можно сделать и там часовую, и двухчасовую даже, а не тренировку в отдельный день. А так вы можете потратить там полчаса. Это не основная наша цель. Основная цель это натренировать митохондрию в быстрых мышечных волокнах, чтобы у нас была силовая выносовость росла локально. А в медленных мы просто исправляем свои огрехи, так скажем, свои тренировки постоянные, когда мы забивались, чтобы там восстановить уровень митохондрии, и все, чисто как поддерживающие. Будут ли такие тренировки вредить набор силы и массы? Да, будут, потому что если у нас будет окислительные мышечные волокна, даже быстрые, то процесс как раз закисления будет снижаться. А он необходим для того, чтобы пробивать мышечную мембрану, и гормоны как раз попадали внутрь клетки и вызывали мышечный рост, то есть анаболические гормоны. Это будет происходить крайне неэффективно. В медленных мышечных волокнах это вообще не происходит, поэтому нужно встать в динамику, чтобы там запустить какой-то рост. В быстрых мышечных волокнах все равно оно будет происходить в закисление, если мы начнем в обычном стиле тренироваться, даже если есть окислительные все мышечные волокна, потому что расход энергии будет очень большой. Ну вы просто нафиг побивайте, тогда опять все митохондрии, и то, что вы там набирали вынос, то все это уйдет нафиг. До легкого закисления, да, в принципе, можно. И рост от этого силы, это масса тоже может быть. И митохондрии не поубивается, но это будет уже не так эффективно, если бы мы чуть посильнее забивались. Если мы будем забиваться очень сильно, то тогда будет уже сильно большой стресс, и он и водорода будут разрушать даже белковую структуру, поэтому, возможно, даже чисто катаболизм, то есть не будет мышечного роста, будет наоборот. Поэтому нужно как-то вот балансировать начавшие весов, соблюдать правила простые, то есть тренируем, если выносились в митохондрии, не забиваемся, мышечную массу силы забиваемся, но по чуть-чуть. Если мы сильно забиваемся, мы все похерим. Но если мы химик, то можем, в принципе, забиваться сильно. Начинаете такие тренировки за 2 месяца до соревнования или установления какого-то рекорда. Когда за 2 месяца от таких тренировок вы максимально повысите свою выносливость, насколько это возможно, чисто локально. И чтобы больше уже сделать, нужно уже тренировать именно силу и массу в быстрых мышечных волокнах, в меканодленных мышечных волокнах с татодинамикой. Об этом в следующий выпуск. Также с выносливостью мы еще не заканчиваем, я расскажу, какие добавки спортивного питания, аптечные препараты, которые бы можно улучшать, там, усвоение кислорода, способны увеличить нашу выносливость. Также я сделаю второй выпуск про соду для выносливости, то есть ощелачивание и нейтрализацию, там, молочной кислоты, создание буфера для ионов водорода. Тоже нормальная тема, скажем так, интересная. Постараюсь по максимуму все собрать воедино про выносливость и, возможно, пойдем к рекордам. Также еще вопрос был про статику, может ли это в переднем весе с помощью таких тренировок выносить выносливость? На самом деле в статике у нас постоянно напряжены мышцы, и кровоток через них останавливается, даже если мышца напряжена в 15% от максимальной нагрузки. Практически полностью через него уже кровь не идет. Поэтому в статике там нужно чуть-чуть по-другому тренировать выносливость. Она там будет лимитирована, но я думаю, что горизонта и переднего веса в одну минуту добиться можно. За счет улучшения как раз нервно-мышечной связи и нервной выносливости, поскольку там сильно большое постоянное напряжение и просто быстрее утомляются нервные центры на самом деле. И расходуются нейромедиаторы, чем вы там забиваетесь. Это первое. Ну, в общем, в следующем выпуске все поподробнее расскажу. Гробали, дуры, не знаю. Надеюсь, выпуск оказался для вас полезным. В описании вы можете прочитать. Также про донат, как можно меня поддержать и что я буду делать в ответ, как буду помогать вам за это. Всем спасибо и до скорых.